По большинству национальных проектов Самарский регион отмечен как лидер на федеральном уровне, но успехи прошлого года стоит рассматривать как исходные позиции того, что предстоит сделать в 2020-м. Безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, формирование комфортной городской среды – вот те направления, где сработали наиболее результативно. Теперь акценты стоит расставить на приоритетах, обозначенных в послании президента страны Владимира Путина. Основные задачи областной кабинет министров обсудил на заседании Совета по национальным и приоритетным проектам, который провел губернатор Дмитрий Азаров. В красной линии выступления президента прошла мысль, что величие страны и достоинство граждан – это та связь общества, государства, которая задает основное направление работы всех органов власти. Величие страны – это и благосостояние граждан и достоинства. Глава региона сделал акцент на беспрецедентных мерах социальной поддержки, которые озвучил президент в своем послании. Они начинают действовать с 1 января. Уже после рождения первого ребенка родители получат материнский капитал, а выплаты после рождения второго увеличены на 150 тысяч рублей. В Самарской области в этом году на эти деньги смогут рассчитывать 20 тысяч семей. Вводятся выплаты на дошкольников из небогатых семей. Губернатор поручил министрам провести ревизию региональных мер социальной поддержки, чтобы скорректировать их с новыми федеральными решениями. Главные вопросы, которые выделяет и граждане страны, и, соответственно, выделяет и президент, это демография и здравоохранение. Собственно, опрос жителей показал, что на территории Самарской области именно эти два надпроекта люди считают для себя лично наиболее важным. С 1 января в Самарской области семьи, в которых рождается первенец, получают подарок новорожденному. Все самое необходимое для младенца на 10 тысяч рублей. Это инициатива главы региона. Сохраняются и все областные выплаты молодым родителям. На финансирование мероприятия региональной составляющей национального проекта «Демография» на 2019-2024 годы запланировано в общем объеме 47,2 миллиарда рублей. С учетом дополнительных мер, обозначенных в послании президента Российской Федерации, объем финансирования будет существенно увеличен. Мы уже прогнозы начинаем заниматься, связываемся с профильным министерством. Почти всех целевых показателей удалось достичь по национальным проектам здравоохранения и образования. С 1 сентября нового года учителя будут получать еще и надбавки за классное руководство. А для учеников младших классов организовано бесплатное горячее питание в школах. Губернатор поручил каждому министерству разработать план реализации посланий президента и мобилизовать все силы на национальных проектах. Причем делать это опираясь на мнение жителей. Благо, что люди в Самаре активные и их предложений заслуживают внимания. Олег Зверев, Вадим Быстров. События. Реальные зарплаты 101.4 Реальные зарплаты 101.5